Готовность к зимнему периоду парка снегоуборочной техники составляет 100%. Об этом на традиционном ежемесячном совещании заявил глава Ленинского муниципального района Валерий Венцель. Также он сообщил, что сейчас парк состоит из 98 единиц техники и еще 11 будут приобретены до конца текущего года. Оперативное совещание с главой муниципалитета проводится на постоянной основе в начале каждого месяца. В этот раз заместители главы администрации, руководители служб и подразделения отчитывались о проделанной за октябрь работе и рассказывали о планах на ближайшую перспективу. На прошлой неделе губернатор подвел еженедельное расширенное заседание правительства в режиме видеоконференц-связи, на котором в том числе были озвучены итоги рейтинга 50 по результатам работы округов за 9 месяцев. Ленинский городской округ вошел в двадцатку лучших муниципалитетов. Первый заместитель главы администрации Дмитрий Волков отчитался о проделанной в октябре работе в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта деятельности МФЦ. Также он рассказал о ходе работы по созданию центра управления регионом, который призван существенно сократить в числе прочего сроки рассмотрения и реакции на обращения жителей муниципалитета. У нас делается отдельное модульное здание под центр, муниципальный центр управления регионом. На сегодняшний день строители готовы с 90%. На этой неделе начинаем завозить уже мебель и сборку. Соответственно, как и говорили, даже досрочно мы планируем до 15 ноября уже закончить. Заместитель главы администрации Сергей Гаврилов доложил о работе с обманутыми дольщиками, готовности муниципальных служб к зиме и ремонте дорог, оконченным в прошлом месяце. В рамках открытого дополнительно финансирования завершен ремонт автомобильной дороги в сторону Горбинского кладбища с устройством разворотной площадки и остановочного павильона. В парковке Володарского кладбища ремонт двух автомобильных дорог в Бладинском поселении в сторону ЖК Бладникова и Поброва-Лопатина. Заместитель главы администрации Александр Усков озвучил итоги работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он отметил, что на прошлой неделе был получен акт проверки готовности к отопительному сезону. Основной задачей, которая была направлена в сентябре и в октябре, это подготовка к отопительному сезону. Городской округ отмечен и в Государственной Думе, и в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства вошел в десятку лучших муниципальных образований по пуску тепла. Также на совещании были представлены финансовые показатели муниципалитета за отчетный период и проведенные мероприятия в области общественной безопасности. По традиции закончилось оперативное совещание награждением жителей района, внесших вклад в развитие муниципалитета.